Ту операцию, которую было планировано провести? Я получил операцию, это было небольшое вмешательство на век, а там нужно было удалиться. Но была удалена не вся опухоль, и мне сказали, придёте в следующий раз. Вы заговорили, и вот тут я хочу как раз сказать реплику. Мы очень мало говорим о качестве. И я, представляя свою партию, хочу сказать, что деньги надо контролировать. Но для примера, на душу населения за год у нас приходится неполных 500 долларов. Например, в Норвегии это почти 5000 долларов. Почему? Это одно. Во-первых, о деньгах. А следующее, если будут даже деньги, то вопрос качества. А качестве отличает государство. Начиная от образования... Хорошо. Вопрос качества понятный. И вы услышали сейчас ответ на свой вопрос. Услышали? Услышала. Хорошо. Ваш теперь вопрос своим коллегам. Ну, я тогда верну госпожа Розен Талле вопрос. Вот вы представляете Народную партию, которая все, в общем-то... Политическое объединение Парла Булатвия. ...политическое объединение Парла Булатвия, куда входит и Народная партия, которая... Пять партий. ...длительное время возглавляла эту отрасль. И если мы говорим о каких-то проблемах в медицине, то, наверное, не последнюю очередь ответственность за это должна взять на себя Народная партия. Как может партия, которая привела отрасль к нынешнему ее состоянию, сейчас обещать и убеждать в том, что она что-то может изменить к лучшему? Объясню. Надо сказать, что мы единственное политическое объединение, которое очень четко написало, что финансирование для здравоохранения 5% от валового дохода. Это было в предыдущее время. Я помню, Новое Время написала об этом, но не выполнила свое обещание. Это один момент. Все, что я обещала за короткий срок, будучи министром здравоохранения, 8,5 месяцев, я четко выполнила. Ну, наверное, я ответила на вопрос. Могу, конечно, еще очень подробно. Спасибо большое. Ваш вопрос. Для меня тоже вопрос к госпожи Розентал. Вы говорите насчет качества, вы говорите насчет денег и все остальное. Это хорошо. Семь лет вы были за управлением этой системой здравоохранения с 2004 года. Как вы считаете, какая ответственность за все эти кражи денег из европейских структурных фондов, которые проекты, например, в детской больнице, когда вы там были как министром, украли 10% как всегда. Когда нашли 900 тысяч, я сказала, ищите еще 100 тысяч, потому что проект 10 миллионов. Как вы считаете, если министерство ответственно за то, как организуется работа в больницах, что в одной больнице, как, например, в Страдине, получает один врач 7800 латов в месяц зарплату от государства, а другие врачи получают в среднем 600 на бумаге. Как вы считаете, как вы несете эту политическую ответственность, как вы делаете контроль от каких ваших этих, ну, наверное, мыслей, или как вы это понимаете, как вы даете одному врачу такую зарплату, а другому. А если сказать честно, если меня кто-то спросит, хотите ли вы получить эксклюзивную операцию в кардиологическом центре? Вопрос, что нет денег для амбулаторной медицины, а огромные суммы для специализированной, очень высокого качества медицины, которая нужна только очень маленькому числу детей. И в чем заключается вопрос? Я услышала серьезное обвинение, я услышала призыв к ответственности. Госпожа Розентал понимает, что я спрашиваю. Ответственность, политическая ответственность за то, как используются деньги. И кто будет отвечать за то, что эти деньги не используются для того, чтобы получили жители эту услугу? Вам понятен вопрос? Да, конечно, для зрителей непонятен вопрос. Но я отвечу. Нынешнее правительство, которое сейчас без народной партии, которое возглавляет Домбровский, только что за счет дефицита бюджета дала перед выборами 26,2 миллиона денег и отводила эти деньги на стационары, в том числе на больницу Страданя, на детскую больницу. И еще в какой-то мере упрекнула, что слишком мало денег было дано из тех, которые снизил в свое время Домбровский на 70 миллионов для больницы. Это насчет больниц. Что касается детской больницы, я хочу сказать, все остановилось на скандале и ничем не окончилось. Сказать очень многие вещи, которые ничем не доказаны, но все равно я говорю о чем. И хочу успокоить все-таки наших жителей. За эти годы наша медицина, конечно, развивалась. Благодаря энтузиазму медиков профессиональных у нас есть медицинское оборудование. И что касается кардиологии, то это реально конкурентоспособная отрасль. Смертность от кардиологических болезней, от сердечно-сосудистых заболеваний резко упала. Мы сохраняем жизнь людей в возрасте 50 лет, которые самые опасные, особенно для мужчин. Хорошо. Спасибо. Это результат. Но если не было возможности пойти к кардиологу, не надо было такие возможности. Я хочу узнать, вы являетесь министром здравоохранения, я к вам вопрос. И мне непонятно, как жителю Латвии, зачем столько денег тратить из государства, из структурных фондов ЕС, строить дорогостоящие больницы, у которых нет совершенно связи с поликлиниками, я буду простыми словами говорить. То есть врачи в больницах какие-то делают операции, а потом люди не могут бесплатно, допустим, а потом не могут в поликлиниках, нет связи этого врача потом с поликлиническим уходом. И мне непонятно, зачем эти больницы были во всех городах Латвии настроены, а теперь они сокращаются. Это оборудование стоит. Люди, которые обучены на этом оборудовании работать, не могут наработать, потому что их сократили. Для чего такая реформа здравоохранения? И чем она нам, жителям, как потребителям этой реформы, как плательщикам налога, чем она нам... Вот вы сказали, очень много сделано в Латвии за эти годы. Что сделано? Я ничего не вижу. Вопрос завершите, пожалуйста. И я хочу узнать, в чем была суть этой реформы, когда сейчас эти все больницы оборудованы этим оборудованием современным стоят? В чем? Во-первых, это результат того, что правительство Домбровского снизило финансирование на 70 миллионов. И это вопрос доступности. То есть есть специалист, есть аппаратура, но недоступна, потому что некому заплатить за это. Каждая вещь стоит что-то. Но то, что действительно амбулаторная помощь и у семейных врачей доступна, и обследование, которое, если мы только посмотрим на начало 90-х годов, когда, например, такая аппаратура, как ультрасонография, которая абсолютно искренненько, была только в спецбольницах. Я работала в инфекционной, напротив, была спецбольница. Больные ждали две недели, чтобы попасть в спецбольницу на ультрасонографию. Сегодня это скрининговый метод, и любой может попасть. Но я уже говорила о том, что наши врачи делают самые сложные операции. У нас 2,26 миллионов населения. И любой человек, который нуждается в этих сложных операциях, он действительно может их получить. Спасибо. Вы услышали ответ? Нет. А послеоперационный уход взаимосвязь этого врача, который лечил, и потом... Вы знаете, я с вами совершенно согласна. И это то, что я 8,5 месяцев успела сделать. То есть те больницы, чтобы их не ликвидировать, стали больницами за уходом. Мы добились того, что Мировой банк разрешил людям с доходами до 120 лат не платить. Не за больничные гостиницы, не дневные стационары. Понятен ваш ответ, да. Пожалуйста.